Здравствуйте, добро пожаловать на наши еженедельные уроки Торы. Сегодняшняя недельная глава Хукат. Слово Хукат тяжело перевести дословно. Это или закон, или устав. Идея в любом случае это такой закон или устав, который практически невозможно понять. То есть есть законы, которые Всевышний написал в своей Торе, которые можно понять на нашем человеческом уровне. Есть законы, которые, если так можно сказать, нелогические. Просто мы приняли их такими, как они есть. И начинается недельная глава, что Господь сказал Мойше и Аарону, вот Хукат, опять-таки в разных переводах переводится это по-разному, вот Хукат Торы, вот законы Торы, которые я вам даю. И начинается недельная глава в законах красной коровы. В законах красной коровы есть целый трактат, который посвящен этим законам. Трактат Мишнайса, мы очень сложные законы. Красная корова, ее основная цель была, когда человек с каким-то трупом, из какой-то мертвой материи сталкивался, или он касался, или он находился в одном помещении, он становился духовно нечистым, причем он становился очень, самый высокий уровень духовной чистоты. И единственное, как он мог очиститься, это посредством вот этой красной коровой, там законы ее, ее зарезали, потом ее сжигали, и этот пепел клали в воду, потом этой водой брызгали, или это, кстати, мог быть человек, или это могла быть посуда, это могла быть утвар, которая тоже была духовно нечистая. И только тогда, когда ее брызгали на третий, на седьмой день, человек или утро становились чистыми. Соответственно, в наше время, учитывая, что нас, к сожалению, красной коровы нет, все мы являемся духовно нечистыми, и поэтому, если бы даже храм бы существовал, многие вещи мы бы не могли в храме делать, и поэтому в наше время коины не имеют права кушать трубу. То есть, очень многие запреты, к сожалению, сейчас на нас распространены, пока у нас не будет красной коровы. Интересно, что красная корова является символом такого закона, который мы не понимаем. То есть, именно в Зойс, то есть, вот Хойк, вот это главный пример закона, который мы не можем понять. На самом деле, многие законы тяжело понять, логично понять. В красной корове основная загадка – это ее противоречие. Потому что многие законы, мы до конца не понимаем, почему надо делать именно так, почему надо делать так, но в красной корове, кроме непонятия, там противоречие. Потому что те люди, которые участвовали при приготовлении красной коровы, то есть ее зарезали, ее сжигали, они сами становились духовно нечистыми. Тот человек, которого брызгали, становился чистым, но те люди, которые участвовали в ее приготовлении, они наоборот становились духовно нечистыми. То есть, немножко противоречие. И поэтому даже царь Соломон, Шлой Мамел, который был самый умный из всех людей на земле, он сказал, что я не до конца понимаю законы красной коровы. Конечно, его непонятия и наши – это разные уровни. Но даже он, ему действительно было сказано, что он не до конца это понял. Почему же написано, что это законы Торы? Это законы, которые непонятные, но тут у нас написано «хукаса Тора». Это вступление, на самом деле, на все законы Торы. Что человек должен свыкнуться с мыслью, что он не всегда все должен понимать. Я сделал маленькое вступление, что это не значит, что в иудаизме, кстати, мы пытаемся людям сказать, что вот, ты никогда это не поймешь, надо просто это верить. Нет. В иудаизме, напротив, очень часто мы пытаемся понять, всегда мы пытаемся задать вопросы, любой классический комментарий всегда построим в виде вопросов и ответов. И даже на эти законы красной коровы есть очень много объяснений. В конечном итоге человек должен знать, что в конечном итоге очень может быть, что ты не до конца поймешь. И ничего страшного. И интересно, что иногда люди думают, ну, конечно, вот очередной урок, я уже настроился, на мне скажешь, я ничего не пойму. Люди немножко расстроены, неприятно. Иногда люди, может быть, лучше не понимать. Кто сказал? Люди всегда чувствуют, что мы хотим на самом деле все понять, хочу все знать и так далее. Возможно, ситуация в жизни, потому что в жизни тоже бывают противоречия. Не только законы Торы, но в жизни у людей, они живут в этом мире. И они верят в Бога, они верят, что Бог всем руководит, что все от Бога. И в мире происходят вещи непонятные. Знаменитый вопрос, который уже мой Шеребену спросил, когда садик страдает, когда злодей, наоборот, у него все хорошо. В мире происходит вещи непонятные. И люди, даже те, которые верят, что все, конечно, от Бога, хочется понять, почему, где. Не всегда даже хорошо, когда мы это знаем. Может быть, иногда лучше нам не знать. Слышать одну историю. И не уверен ли это притча, или это были. Сейчас вы видите, почему. История была такая, что один ученик, он был ученик большого раввина, и он попросил своего раввина, чтобы его научили понимать язык зверей. Теперь, первая реальность, ну прям таки язык зверей, на самом деле в Талмуде, в Талмуде приводится несколько великих мудрецов, времен Талмуда. То есть мы говорим времен уже после разрешения храма, которые понимали язык животных. Приводятся разные мудрецы Талмуда, которые понимали язык животных. Царь Соломон написано, что он понимал язык животных. То есть есть такое понятие, в наше время, как я понимаю, этого нет, но это может быть правда, это не обязательно, что это притча. В любом случае, ученик попросил своего, Рэби, 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 пожалуйста, вы такой большой раввин, я знаю, что вы понимаете язык животных, я тоже хочу понимать. И раввин пытался отговорить ученика. Часто люди, кстати, хотят выучить какую-то вещь, каббала, тайны торы. Не всегда, не всегда ты дорос до этого. Но этот ученик, вот он решил, он хочет, понимаете, знать, как понимать животных. Зачем я хочу, хорошо, уговорил, его научили, он теперь понимает всех своих животных. И он проходил мимо стада своих баранов. И слышали, когда один баран вздыхает. Один баран вздыхает, другой баран его спрашивает, что ты вздыхаешь? Баран говорит, ну, ты ничего не знаешь. Я только что услышал, опять-таки у животных есть разные чувства, которые люди иногда этого не знают, не видят, а у животных есть какие-то чувства. Один баран другого говорит, что я вижу, что скоро у нашего хозяина все бараны умрут. То есть на небеса как бы такое постановление, что все бараны нашего хозяина должны умереть. Так я вздыхаю. Второй баран тоже начал вздыхать. Ну, надо ли говорить, что хозяин этих баранов. Говорит, ой, слава богу, бору хашем, что я понимаю, о чем они говорят, что он сделал, сразу продал всех баранов. То есть они тоже, значит, все он их продал, теперь это не его бараны. Замечательно, всех продал, деньги получил, вложил деньги во что-то другое, миновал, да? Хашем, и про себя думает, как хорошо, что меня раввин научил, чтобы было бы страшно подумать, что было бы без этого. Прошло еще какое-то время, он слышал птицы чирикают, и тоже похожая ситуация, он услышал, что одна птичка говорит, другой, он говорит, что произойдет. Я слышал, что у этого еврея, у него все поля должны быть, какая-то была засуха, и должны все поля пострадать очень сильно. И опять та же самая ситуация, он услышал это, и соответственно поляна. Сейчас не надо вкладывать поляна, что он продал поляна? И очередной раз он думает, страшно опять-таки подумать, что было бы, если бы я не знал, слава Богу, Баруха Шем. Третий раз он слышит, когда животное другому говорит, что страшная новость, наш хозяин скоро должен умереть. И тут он понял, что нечего делать. И он побежал к своему раввину. И говорит, Ребе, я страшно слышал новость, что там птица на другой говорит, что я должен умереть. Что мне теперь делать? Как мне помочь? Помогите мне, пожалуйста. И он рассказал всю историю, и я тебе расскажу, что произошло. У тебя были какие-то грехи. Большие, небольшие, все мы грешны. Но на небесах, учитывая, что ты Тору учил, все-таки как-никак, решили, что ты не заслужишь прямо-таки умереть из-за этого, ну, слушай, ты потеряешь какой-то материальный, у тебя будет материальный ущерб, поскольку у тебя будет материальный ущерб, это тебе будет искупление. В многих местах Тору приводит, что человек, когда он беднее, это как будто немножко смерть. Потому что люди, они очень прикованы к своим деньгам. И для людей, когда, не дай бог, они теряют деньги, для них это как мини-смерть. На небесах было приятное решение, что тебя трогать не будут, пусть твои деньги пострадают. Но ты продал всех своих баранов. Когда на небесах сказали, ну, ладно, с баранами не получилось, но у тебя поля. Ты продал всех своих поля. Когда на небесах решили, что, ну, если безвыходное положение, тебе придется тебя страдать. И Равин сказал, что теперь я не знаю, что тебе посоветую. Так Равин теперь уже говорит своему ученику, так скажи мне, пожалуйста, стоило тебе знать язык животных или нет? Допустим, это притча, или это был, или я не знаю. Да, в жизни человека представились весь... Гемора говорит, например, что есть несколько секретов, которые никто не знает. Один из них человек не знает, сколько он будет жить. Каждому человеку определенное время отделено на небесах. И он не знает, сколько. Там даже Гемора приводит спор. Некоторые говорят, что можно добавить к этому времени. Некоторые говорят, что добавить нельзя. Можно потерять, как вышел он добавить. Нельзя разное. Никто не знает. Мы живем спокойно. Представьте, если бы человек знал. Представляете, что есть вещи, которые нам лучше не знать. Поэтому человек, так вступление, зоискок, сатуре. Опять-таки, в иудаизме мы всегда пытаемся да, узнать. Когда любые вопросы Торы, вопрос какой-то, какой-то закон. Понять, разобрать. Сама красная корова, у нее целый трактат, как я уже сказал, который расписывает ее закон. Там очень подробности. И законы Торы, наоборот, интересно, что в законах Торы мы всегда думаем и пользуемся логикой. Например, просто классический пример в этой же недельной главе. Маленький пример, как в иудаизме мы строим законы. Там дальше, когда не было воды, написано, что Бог сказал, что вот, больше будет вода. И написано, что Мойша напоил евреев и их скот. Там дальше написано, что Мойша напоил евреев и их скот. Там виталий задает вопрос, что аллогически написано, что если у человека есть животное, его надо кормить перед тем, как кушаешь сам. В молитве Шма мы говорим, что Бог даст еду твоему скоту и ты будешь кушать и насытишься. Сначала скот, потом ты. Коментарий задает вопрос, почему там написано, что сначала скот, потом ты. Здесь написано про воду, сначала надо напоить евреев, потом скот. И начинается целый У Ромойша Фанчетт для интереса. Ромойша Фанчетт у него есть специальная статья на это. Ромойша Фанчетт один из величайших имен наше поколение. У него мелким шрифтом лист, то есть две с половиной страницы исписан именно вот этот вопрос. И приводятся разные подтверждения. Некоторые говорят, что когда ты твой скот, так надо сначала свой скот кормить. Но если чужой скот, больше же поил чужой, сначала, конечно, когда вы кому-то предлагаете, надо все-таки людям сначала дать, а потом животным. Поэтому, если вы помните, Ривка, когда Ривка кормила Элиезера и верблюдов, она сначала дала Элиезеру выпить, потом верблю. Некоторые говорят, что есть разница покушать или выпить. Некоторые говорят, простой закон, слушайте, большинство, как я понял, большинство слушателей, у них нету животных, хотя, там есть рыбки, бывают, есть хомячки, да. какая разница. Нет, в иудеизме каждая мелочь имеет разницу, имеет огромную роль. Мы пытаемся понять, мы пытаемся разобрать, мы пытаемся до конца углубиться и разобрать каждую мелочь. но, если человек иногда видит, что он что-то не понимает, ничего страшного. Тора это вступление, Зос, Хуката, Тора это вступление во всех законах Тора, ты имеешь право пытаться, ты должен пытаться, если что-то не поймешь, и в жизни, и в Торе, ничего страшного. Следующий интересный момент, как работала эта красная корова? Ее полностью сжигали. На самом деле, эта корова она была молодая, молодая эта корова, должна быть сравнительно молодой, ни малейшего какого-то изъяна в ней не должно быть, даже цвет безизъяна и кости, она была очень должна быть сильная, никогда на ней не пахали, не работали. Ее прямо вот так зарезают и сжигают. Вот была красивая буренка, я взяли, зарезали, сожгли, все, пепел, ноль, пепел, пепел, пепел. И вот именно этот пепел это то что дает очищение очень интересно потому что кому-то пользуется этой коровы люди которые или были на кладбище и они что-то с трупом делать какой-то контакт со смертью и у людей когда они со смертью долго-долго не надо было никому начинается печальная идея вот как плохо опять смерть наверное вещей который совсем плохо и именно им показывают на примере красной коровы во первых им показывать что не стоит все должен понимать не должен задать вопросы написано что когда человек приходит навестить людей которые сидят шиву которые статраули нельзя говорить ничего не поделаешь физическая фраза нельзя тогда ничего не поделать если ты мог бы что-то изменить и бы изменил ты думаешь о всевышний ошибся если всевышний принял такое решение она может очень печально может нему нет мы мы не можем говоришь я бы так не поступил если вы что это первый это красная коровая что ты не все понимаешь но еще интересный момент что красная корову тишина это совсем плохо все сожгли пепел ничего не осталось и вот именно этот пепел из этого пепла тебя собой спасение очищение вот именно из этого пепла в истории еврейского народа очень интересно история весь к народу особенно после разрешения храма очень много раз было моментов в истории веска народа когда евреи полностью было все разрушено ничего не осталось евреи они просыпались они отстраивали и все возвращал ясно что даже в самой молитвы 9 авгу в швана я сразу ставка на милку ставка надеюсь уже в это 9 авгу уже не надо будет говорить чтобы уже таких храм был отстроен прошли 9 авгу там ставка там конце этой ставки написано что ты в огне спалил храм и огнем ты его отстроишь очень интересно праздник огнем ты его тот же самый огонь который разрушил храм тот же самый огонь его установил историю резко но это интересно что преддверии шаббеса когда читают хукат нашу недельную главу был когда-то обычая поститься приводится в некоторых логических книгах сейчас практически никто это не делает было бы чай пятницу перед чтением этой недели было постились потому что это был 1242 год давно это было в этот день перед шаббесом хука во франции спалили более 20 телег талмуда еще страшно те времена не было печатного ничего не печатать это все было от руки то есть полностью спалили не было ни одной геморнии оставил страшно устная наша тора все про идею все все сожгли постановили пост то есть вроде все уже ничего нужно было не остаться то что они хотели что в итоге получилось во первых главный раввин того поколения поколения он перед этим сказал своим ученикам каждый обязан должен был на память выучить по странице дословно не забыл даже записать но каждый допустим сон даже выучить потом другой раввин после этого какое-то время он написал специально книгу поскольку такое произошло он другой написал рабейну йойна знаменитая книга написает написано брата раскаяния заметно книги есть рыбайна йойна брата раскаяния всех ешевах и обучит это и резко классика брата раскаяния он не написал вот эта история потому что он чувствовал что это ему ему намек на его грехи неважно тема отдельного урока но он почувствовал что это из-за него произошло он написал это еврейская классическая книга которая в любой синагоге она есть было написано из-за этого и в итоге у нас есть толмуд то есть на почве пепла на почве то что что должно было все быть разрушено наоборот кстати этот самый король франции который все это сделала его звали из 4 поэтому если многие в америке сант луис это город сант луис потом церковь из него сделала святого между прочим у них свои герои на свои герои между прочим теперь вы знаете что этот сант луис ческому нас но у нас на почве это пепло еще несколько примеров мы каждую субботу после чтения тора мы говорим о втором а вторая это отрывок из пророков куда взялся табычек нужно было и времена запретили читать тору запретили читать евреи хотя бы из пророка в отрывке читать теперь что получается у нас тором уже есть у нас на этой почве у нас есть новые обычаи чтобы молитвы мусав молитвы мусав когда мы горят души мы говорим шма очень интересно мы говорим шма в молитве и потом мы повторяем когда тору достаем и говорим шма потому что было время запретили говорить шма в синагоге но потом говорили и мы помните об этом сейчас тоже это говорит все эти обычаи поскольку нас хотели что-то забрать во первых то что не хотели забрать у нас не забрали на этом деле наоборот мы что-то еще и новое получил его ближе к нашим дням интересно тоже переходим наши в наше поколение есть очень замечательная организация в америке называется бой бойнейолом на самом деле на работе не только в америке но ее основной в офис находится в америке бойнейолом дословно переводится бойнейлом они строители мира что за организация был еврей хасид кстати его звали рабы бахнер и у него и его жены не владетели и они ходили по разным врачам от одного к другому они испытали все что можно все возможны все изобретения медицины как сожалению им врач не сказал что к сожалению мы уже все исчерпали сожалению я могу сказать к сожалению вас детей не будет все медицинами сильно мы же все что есть детей у вас не будет и значит они сильно услышали эту новость и они решили что нет да мы не можем и детей мы откроем организацию мы сделаем организацию которая будет помогать таким парам как мы которых это проблемы с деньгами проблемы найти правильного врача есть очень много и веских семей которые у них у них там просто просто на правильного врача найти надо материально помочь они открыли вот эту организацию у них в лейквуде в только в лейквуде более тысячи малышей которые родились благодаря этой организации которая потеряет там огромные деньги которые они собирают и и то есть они по идее должны были сесть и плакать видите нибудь они на этой почве совсем построили эту огромную организацию теперь об этом подумал в лейквуде несколько недель назад открыли организация сами они живут сама это читала на живет на самом деле в нью-йорке и в лейквуде открыли дом офис этой организации и интересно на доме написано что этот дом посвящен светлой памяти семье интересно что ты стяжись семья это не придет внимание более года назад больше года назад во флориде был упал дом когда должны дома упал во флориде и погибло там много евреев и среди них погибла молодая пара еврейская религиозная еврея из лейквуда и они погибли не будете мужа жена они были же надо несколько лет они погибли и они там были кстати они были во флориде не на весь они там поехали навестить папу не ошибаюсь папа и его папу они не поехали отдыхать знаете мы все хорошие глупые люди глупые мысли они поехали просто навестить его папу и они трагически погибли так это дом построен чтобы собралось и деньги светлой памяти этой семьи которые к сожалению они покинули этот мир ничего как бы не оставить а здесь наоборот опять-таки очень печально очень печально и и и ту семью жалко только не дайте эту семью жалко что не погибли но евреи даже после того как все сгорело у нас остались только пепел мы все равно поднимаемся и вот эта красная корова нас это мучит никогда даже когда красная корова это мы говорим про смерть вся наша дельная глава посвящена что человек целый закон если он был находился в одном помещении с мертвецом коснулся мертвецом коснулся он коснулся гроб прикоснулся гроб но и потом очень плохо но на этой почве на протуда у евреев рождается что-то очень хорошим поэтому то что мы молимся мы молимся что всевышний который разрушил храм даст бог чтобы он на почву когда в этом пепле он все равно его отстроить еще следующий интересный момент тоже про красную корову вся красная грома скажешь хорошая плохое кто знает может вообще скажешь ты знаешь такое что такое плохое красная корова нас тоже учит что по идее вот вот коин который все это должен был делать он хочет кому-то помочь установится набор нечист который должен быть был грязным значит все меня кто знает что такое плохое и в жизни людей тоже бывает ситуация когда когда ситуация человека мы думаем что плохо у нас очень даже хорошо иногда тоже очень интересно иногда иногда это происходит что кому-то другому помочь точно так же какое в нашей идее на главе он должен был стать духовно нечистым чтобы помочь другому или очиститься он станет духовно нечистым только на один день уже начать было бы цепочка чистим и грязный грязный чисто он просто смотрится нечистым на один день он сходит мигу все порядок но он чтобы кому-то помочь иногда должен пройти через неприятный момент другому помочь и в жизни тоже бывает иногда мы даже не даем себя отчет была история городе цвад переходим в другое полушарие цвад была синагога и во время субботней молитвы одна женщина пришла туда на молитву с всем ребенком то что не всегда рекомендуется как вы сейчас услышите этот ребенок хулиганил бега там он возврат на шума был в женской части синагоги на втором этаже он там бегал прыгал то что совсем скучно стало он выхватил у мамы сидур и кинул через окошко со второго этажа кинул сидур через окошко мамы что мама привела меня в синагогу там сидит эта книжка на меня не смотрит он выхватил эту книжку бросим мы можем понять уже теперь мама может сделать там идет молитву не может прыгнуть и придется подождать пока молитва закончится и принесет будем надеяться она его она его туда не пошлёт закончена ждет и расходится наконец-то поднимается молодой человек синагоги поднимается наверх женщина потерял она говорит сказать мой сын бросил сидур извините что вы не представьте что случилось я скажу по секрету я на самом деле не из религиозной семьи только-только приобщился к иудаизму ясно вы чувствуете очень неловко молитву это очень тяжело я опоздал я сам скажу я опоздал в синагогу на молитву подхожу к полке с сидурами сидура больше нет я поздно нету сидур а я без труда вообще ничего не знаю что происходит и думаешь идти домой я не знаю я думаю о чем я попроса помолился я понял глаза и сказал я пришел синагогу я не всегда хочу молиться помоги и в этот момент вы не поверите с небес упал сидур ну я конечно понял что наверно кто-то был рукой всевышнего спасибо вам вы не писать мне просто помогли так иногда бывает ситуация опять я не говорю что надо приводить детей синагогу чтобы они кидались сидурами вдруг кого-то этого поможет не бывает ситуация что мы даже не знаем кому нужен какой сидурами да люди теряют деньги не морговать интересно не морговать если вы потеряли день и бедняк их нашел вы получаете мит надо хорошо проверить карман не надо не надо если вы хотите дать вздоху дайте вздоху но написано что если вы что-то потеряли никогда не знаете кто и нашел может ему надо было больше вы опоздали куда ты бы что не сделает о за что это мне почему это мне никогда не знаю происходит много вещей вокруг вас люди живут бы не единственный да может быть кому-то ну а я тоже не могу удержаться еще одна интересная история кстати это уже во флориде тоже случилось один раввин пошел в магазин и он возвращается из магазина с такой большой коробкой фрукты с фруктами подвигает нему его ученик давайте вам помогу ладно не давайте вам помогу ну хорошо спасибо я таки спешу пожалуйста положи в мою машину эту синяя машину положи на заднее сиденье вот ключи а потом это самое разберемся это самое спасибо он подходит а в машине нету он потом только то есть наверное машина была открыта я понимаю наверно ключи ему не дал он приходит к машине нету это самый хороший ученик на перепутал машину на следующий день он пытается посмотреть где у кого похожая машина кто-то получил эту коробку с фруктами его покойка на парнишке который там работал в этом магазине и может вам в магазин кто-то пришел с коробкой фруктов я ехал на машине и у меня диабет и у меня когда резко у диабетиков резко падает сахар именно до срочно на что-то скушать обычно никто там таблетки так далее и мне не могут эти таблетки я вижу у меня уже самое глаза закрываются у меня сердце начинает стучать я отъехал в сторону я имя даже не было сил позвонить скоро я не знаю что делать я просто ну паники протягиваю руку там апельсин я последними силами почистят описался я вы спасли мне жизнь теперь кто бы мог подумать опять это не знаю что надо ученик он там надо слушать двумя внимательно слушать дарина мы никогда не знаю что может быть то чтобы потеряли кому-то помогло может быть то что вы у вас что-то неудача на самом деле кому кто надо важнее для него это был я не знаю красные коровы еще один урок красная корова что иногда один кон теряет он как бы становится духовно нечистым мы никогда не знаем что хорошо что плохо красная кровь и сейчас должен знать что ты не ставь все понимаешь ты должен делать все что их силах конечно надо сделать что-то в силах но человек должен конечно то есть еще всевышний который всем этим руководить дальше после после красной коровы несколько важных моментов там тоже интересно вся эта недельная глава есть немного печальных моментов этой недельной главе умирает мирян в этой недельной главе умирает аран и мой шарабейна заслужил тоже свою смерть он злитым момент когда он ударил камень пошла вода и там один из моментов тоже в этой недельной главе когда евреи начинают претензии предъявлять они говорят что вот это самое сколько можно кушать маму небес это уже 38 39 лет прошло они уже должны вот-вот прийти в израиль и вечно я говорю сколько можно кушать туманно-небесно такой краше говорит чем было их претензия претензия была что человек не может кушать и не ходить из дня заряжения в туалет после маны в туалет не ходили очень просто потому что манна это была божественная еда мне было ничего лишним да мы кушаем любой еде что вам они кушают они с желтки и белки углеводород и все такое есть вещи которые там лишний и человеческое тело перерабатывает чем чем конечно вещь полезная тема больше поглощаю но потом излишество выходит в мане не было ничего лишнего поэтому мана не действительно 40 38 лет не ходили в туалет и труд труд через 38 не скажешь теперь будет а какой может быть вот вы же живете уже 38 лет так живете все порядок что произошло с глупость какая-то очень интересное объяснение тоже в жизни такое может быть человек то это рассказывал пример привел что представьте сюда приходит синагогу и он почему-то так холодно кто включил кондиционер выключите кондиционер в этот раввин выступать ничего не слышно хазан торг кто-то там торча очень быстро читает я сушить я не успеваю даже сколько мой как это очень быстро все плохо потом после трапезы это самое после молитвы там иногда кидуш в синагоге да ой опять невкусно все его плохо плохо я вам скажу может быть мне просто у него новая пара туфель просто ноги ну давит это не плохое настроение очень часто когда встречаете таких людей вы не понимаете что происходит у него вы думаете что вот он нормальный адекватный человек то я пришел синагогу чему все не нравится на самом деле у него другие проблемы так евреи там сайте приводится в неделе клей приводится что они были уставшие не устали после дороги это не оправдание на самом деле когда люди уставшие они по-другому иногда неадекватно реагируют в реальной жизни добывай когда к вам очень часто это может быть супругами кстати тоже супруги ссорятся на приходит муж приходит с работы жена такая зла мне почему-то не улыбаешься что такое вещь ты приходишь ты знаешь что не было на работе какой у него день кто ему только что сказать тоже наоборот никто не знает да дети приходят со школы дети с родителями ссорятся вот так вот я позвонил поговорил с ним в таком настроении плохом настроении что я ему сказал ничего не сказал другой сказал в жизни человек и иногда люди когда они кухониста я не могу глупости игры не может негативно реагировать жизнь человек должен иметь это ввиду что ты не один вокруг тебя находится ну другие поэтому иногда в жизни надо ни на кого не обижаться опять-таки это не оправдание если у кого-то болят ноги так погиб поменяй туфли при деда ты пойдешь синагогу не надо свою злость изливать на других они ничего плохого не сделал но когда вы чувствуете что кто-то на вас обиделся как бы и вам что-то кажется не всегда вы виноваты на самом деле это может быть что-то другое это наш недельный глава таки это маленький маленький урок это и тоже нас этому лучше дальше немножко уже длиннее фрагмент когда евреи роптали и они как они были наказаны они были наказаны змеем оказались там змеи чем интересно комментариях эти змеи там всегда были послал змей на деле змеи пустыня она полна змей просто до сих пор всевышних отгородила змей теперь эти змеи просто природные змеи а вы хотите жить по природе как без меня пожалуйста значит на них напали змеи и они пришли к мойше плакали они говорят мы извиняемся мы виноват они сделают что происходит это да бог говорит пусть может сделает змею из меди причем он сделал ее интересная игра слов змея на святом языке нахаж медь на святом языке находишь на коренные слова нахаж находишься он сделает это нахаж находишься он поднял на как бы на на такую длинную палку как бы как на она что-то не на мать медную змею это было его исцеление я снова посмотрю все хорошо комментарии говорят обычно кстати когда маленького ребенка все знают что маленький ребенок который укусила пчела когда он видит потом пчелу видимо паника начинается обычно наоборот смотреть на эту змею это хуже тут было чудо именно та змея которая их жалила на нее надо было посмотреть и гемора уже говорит что конечно это не волшебная была змея просто надо было посмотреть обратиться к богу мы поднимали глаза мы обращались как бы богу и бог он извлеча так рахаима кодиш дает вопрос просто вопрос надо и время сказать смотрите на небеса зачем змея рахаима кодиш один из классических термитальных говорит почему просто не сказал ребята вам наделать шубу пусть я смотрит на небо нет на было сделать эту медную змею и рахаим говорит там всем объяснению честно приводит всем всем объяснений я не всем участвует но первое объяснение очень интересно он говорит основываясь на кстати отрывки из каэллос каэллосе захотите посмотреть это 10 глава 11 стих теперь можно по-разному перевести эту фразу интересно что в обычном переводе и и переводят что разве укусит змея не прошипев сушь прошипев по простому человек понимаешь и обычно змея укусит она шипит на самом деле все классические комментарии объяснять не так что змея только кусает если ее на нее не шипят не прошипев не на шипит она не шипят лы времена были люди которые профессионалы они как-то свистели и шипели и не успокаивали змей книжки читаю старые книжки на дудочке или так далее как комментарии классический комментарий раши и комментарии гороши змея только укусит если ее не заколдуешь не успокоишь на будет кусаться слушать на самом деле царь саламону на виду другой комментарий говорит что змея не укусит есть есть небес и не нашепчет один из методов что говорит что любая змея просто не будет кусаться интересно самом деле змея по своей природе лев если он голодный кому хочет кушать с меня наш не голодный чуть-чуть меня действительно жалит написано что царь саламон сказал что змея не укусит есть ем с небес не нашептали вот как комментарий объясняет змея не укусит если с небес я не нашептали что надо укусить знаменитые слова хавицхайма и его ученика рыбалхона что каждой пули есть адрес просто не клещи не происходит так царь саламон уже доска же змея просто не кусается поэтому горит архайм бог завещал сказал что надо сделать эту медную змею и люди смотрят медная змея она не кусается она медно никого не трогает людям хотят напомнить это медная змея нашли кунику за на безопасно можно с ней играться на змея которая укусила тоже бы не кусалась это что-то заслужил то есть украинская не просто посмотреть на небеса о еще прости больше не буду тоже хорошо надо вдуматься что произошло что тоже некоторые те укусила всевышний хотел сказать есть причина же змея просто так не кусает не жаль просто меч не происходит когда ты посмотришь на медную змею которые на безобидную хоть она и нахаж нахойше страшно написано безобидно ничего не может сделать какого она страшно не было так настоящая живая змея она тоже безобидно на самом деле ничего плохого не будешь делать более того и дарахами еще один намек так что же таки была проблема резко на было что не раптаж почему змеи пришли змеи пришли потому что евреи плохо говорили они продавали против моих больше они говорили против всевышнего низком много говорили так еще один урок это медная змея она молчит живая змея она шипит кусается тебе тоже урок если ты хочешь мне было проблем молчи сделай из себя века вот ты из меди сделал точно так же как из разница между живой медной змеей еще один урок арахаин говорит молчать надо в реальной жизни тоже очень много проблем мог бы избежать нам просто реально жизнь и по отношению между человеком и человек по отношению между чатным богом если он молчал и очень многие проблемы приходят и рушится на его голову именно потому что он шипит и говорит и это и проблема ему то не нравится это не нравится иногда всевышний наказывает он наказа как наш день на главе чтобы человека разбудить иногда человек должен отдавать себя чё, что просто так ничего не происходит. Ну как это просто ничего не происходит? Ну вот же ж я, вот на меня напали, сказали, обманули, накричали. Точно так же, как змея сама не кусается. Просто в жизни тоже вещи не происходят. Надо посмотреть в истории с медной змеей. Надо посмотреть на медную змею, напомнить тебе, что у каждой змеи есть кто-то ей нашептатит сделать. В реальной жизни тоже, когда с людьми ссоры, значит, почему-то тебе это намек с небес. И первый рецепт, закрыть эту тему, просто молчи. Это медная змея, это то, что медная змея учила. И с другой стороны, очень интересно, тоже в нашей недельной главе, мы подумаем, что вот надо евреям молчать. Евреи по своей природе немолчаливый народ. Хоть и скажем так. Евреи, поэтому, кстати, очень многие политические деятели, и ораторы, и евреи. А знаете, как это берется? Очень просто. Наш праотец Ицхак сказал классические слова. Он сказал, голос, голос Якова, руки, руки Исава. Когда к нему пришел Яков, переодетый в Исава, он потрогал его руки. Руки были волосатые. Но голос был голос Якова. Как-то непонятно. Голос Якова, руки Исава. Наши мудрецы говорят, что это было благословение, что мы благословены, у нас есть голос. Наша сила в голосе не на других наговаривать, а молиться. Интересно, очень знаменательно, что в нашей недельной главе, когда евреи проходили, они хотели пройти через Эдом. Эдом – это Исав. Если посмотреть на карту, Эдом находился на юге Израиля. Они могли войти в Израиль с юга. Им пришлось обходить, обходить. Они вошли в Израиль, если вы смотрели, они вошли с востока. То есть они весь Израиль должны быть с юга, обойти, сделать крюк, и они еще и Эрдам пересекли. Почему? Потому что на юге их не пустили. Кто их не пустил? Эдом. Они пришли к нему и говорят, слушай, очень интересно, тут очень короткие слова. Они им говорят, мы спустились в Египет, нас там поработили, и мы заплакали Богу, и Бог нас вывел. Теперь мы по дороге из Египта, пропусти нас. Кстати, Эдом сказал нет. Но интересно, они рассказывают Эдому про свои приключения, если так сказать. Два предложения. Что они рассказывают? Что в Египте? Самое главное, что в Египте произошло. Мы были в Египте, там нам очень плохо было, а мы оттуда вышли. Они упомянули, и мы возопили к Богу, в Митцах, мы закричали к Богу, и тогда Бог услышали. Они с гоями разговаривают, они не дают урок Торы на Ютубе, и они им говорят, почему? Потому что это наша сила. Ваша сила, оружие, наша сила, это говорить, молитва. И приводится, что точно так же, как первое избавление началось, когда евреи закричали, начали плакать Богу. Написано, что последнее избавление то, что евреи хотя бы должны попросить Бога. Слава Богу, нам тут уютно, нас никто не притесняет, но евреи должны, не надо ждать 9 авгу, когда мы будем поститься и плакать. Сейчас, когда человек вернется, это наша сила. Наши евреи, да, они разговорчивы, надо разговаривать, взять седуру, разговаривать с Богом. Поэтому еще раз, в двух словах, наша недельная глава, у нас несколько уроков. Красная корова, на случай, что мы не всегда должны все понимать. Нам лучше тот ученик, который слишком много знал, поэтому у него были несчастья. Иногда, из пепла, когда все испорчено, все сгорело, лишь только тогда просыпается еврейский народ, только у нас тогда начинается свет еврейского народа. Мы не знаем, что хорошо, что плохо, иногда, когда у нас что-то неприятное происходит, может, мы другим помогаем, может, наоборот, кто-то получил свой седур или свой апельсин. Когда люди неадекватно к вам обращаются, реагируют, кричат, может, у них просто проблемы в жизни, точно так же, как евреи говорили, что у них проблемы, ничего не связано было с манной, просто они были уставшие. И в конце, что змея нас учит, во-первых, змея нас учит, что человек должен понимать, что змея просто так не кусаются, просто так вещи не происходят. И если хочет человек избежать проблем, надо молчать, как железная, как медная змея. Если вы хотите говорить что-то, так, пожалуйста, возьмите седур и молитесь, и дай Бог, чтобы Бог услышал действительно наши молитвы, чтобы мы действительно удостоились, чтобы, как мы помянули отрывок из Шмана и Срэш, что Бог, который разрушил храм огнем, чтобы он огнем его восстановил, чтобы он спустился, чтобы мы наши уроки продолжали в Иерусалиме. Спасибо за внимание, до встречи в эфире. Продолжение следует...